МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Юмор, юмор, юмор заявляет категорический стоп плохому настроению. Английский писатель Уильям Текерей нередко рассуждал о юморе. Юмор комментирует, казалось бы, самые будничные и обыденные поступки и даже чувства людей. Он берет на себя обязанности в какой-то степени проповедника по будням. Ну, а я позволю себе прибавить к этой мысли следующее. Велик тот юморист, который при ярком своем юморе, остроумной иронии, саркастической сатири еще становится и проповедником, призывая к добру, к состраданию, защищая простых беззащитных людей от всего злого и делая их хоть ненадолго веселыми. И при этом случается изредка так, что артист пробуждает у зрителя огромное чувство нежной многолетней благодарности. Мало кому это удается, но стремиться к такому взаимопониманию со своим зрителем необходимо каждому артисту. Еще до недавних времен, почти четверть века, весь Западный Запад считал, что Россия на коленях. А оказалось, что она просто зашнуровывала Берции. Когда начались вот эти санкции, я оказался в Москве очень веселой компанией, где присутствовал американец. И вот он весь вечер счел возможным подковыривать нас, вставлять шпильки всякие про санкции, санкции, санкции. Мне это надоело так, думаю, надо ему тоже что-то в ответ, какую-нибудь шпильку вставить. И я сказал фразу, которая потом полетела из уст в уста и стала часто цитируемой. Я сказал, вы знаете, уважаемый американский гость, если вы будете продолжать вот эти вот ваши глупости с санкциями, мы переименуем Аляску в Айс-Крым. Вы знаете, что интересно? С годами американцев стал интересовать один вопрос. Что это такое загадочная русская душа? Они тратят огромные деньги, ведут исследования, открывают научно-исследовательские институты, разведка работает, вооружаться стали всерьез, так вот масштабно. Я видел в Москве одного американца, который ходил, все выспрашивал, вынюхивал, что-то записывал. Он в основном задавал один вопрос. Вот и загадочная русская душа. Один наш услышал этот вопрос и ответил, выпивкой угостишь, расскажу. Он его угощал весь вечер, представляете? Ну и в конце они уже прощались, обнимались, и этот опять спросил, вот ты загадочная русская душа. Наш развел руками и сказал, сами не поймем. Иностранцы, надо сказать, не понимают наш юмор, потому что мы другие. Они никак не могут понять, что у нас свои ценности, и нечего к нам лезть со своими. Ну у нас свои есть, отстаньте, пожалуйста. Чего они к нам пристали, я не понимаю. Вот в Германии начали понимать, что мы разные. Начали, да, у меня приятель, очень хорошо по-немецки разговаривает, читает, он пошел в берлинские зоопарки и прочитал у вход такое объявление. Вход пьяным иностранцам не рекомендуется, вход пьяным русским категорически запрещен. Разделили. Он возмутился. Это что это такое? Пошел качать права в администрацию. Это что за дискриминация в отношении пьяных русских? Вы что делаете? Ну ему надо сказать по-хорошему объяснение. Понимаете, пьяные иностранцы зверей просто пугают. А вот пьяные русские норовят выпустить зверей на свободу. Ну неделю назад что было? Пьяные русские выгнал из вольера носорога, потом из клетки жирафа, а вчера с криками «Ты свободно!» выгнал из кассы кассиршу! Вот такое вот творится. К тому же мы, в отличие от них, более бережливые, что ли. Советская власть приучила. Американский пенсионер выбрасывает мусор в мусорный бак, все, что ему не нужно. Наш пенсионер выбрасывает мусор и заодно заглядывает в мусорный бак. Не выбросил ли кто-то что-то ему нужное? Только у нашего человека любая вещь проходит три этапа. Балкон, гараж, дача. Или вот другой пример. Иностранцам в Париже гид говорит, запрещается плевать с Эйфелевой башней. Понимаете? Ну нельзя оттуда, нехорошо. Запрещается. Иностранцы головой машут, «О, ес, откачет!» А наш? Наш начинает возмущаться. Это как это так, это так, это как это? Запрещается. Если это было единственной целью моей поездки. Но гид не понял шутки юмора. И еще одна наша черта мне по сердцу. Мы не боимся трудностей. Мы закаленные, не боимся. Да. У нас даже в советские времена из уст в уста переходила фраза, мы придумываем трудности на свою голову, чтобы их преодолевать. Вроде как преодолел, и ты уже победитель. Да. Можно преодолевать трудности и через юмор. Вон, помните, не так давно, к сожалению, во многих регионах свирепствовали ураганы. Народ тут же юмор придумал, чтобы накрыть это дело юмором, чтобы не так страшно было. Вот. И получилось. Алло, как там у вас погода? Ветер очень сильный, очень. Я сегодня видел одного мужика, который пять раз выплевывал окуров. Представляете, он его выплевывает, а тот обратно возвращается. Вот как вот они играли. Это же целая клоунада. Ну, что еще? Какие примеры привести? Иностранцы просроченные лекарства выбрасывают. Да, выбрасывают. А-а-а. Поэтому никогда не узнают, что если кремом от веснушек 52-го года выпуска намазать поясницу, улучшается зрение. Или вот совсем другое скажу. Почему швейцарец, например, радостно уходит на пенсию? Потому что хочет мир посмотреть. Там пенсионеры, они наконец-то вот бросили работу и начинают путешествовать, общаться друг с другом. Нет, наш пенсионер тоже, конечно, на свою пенсию может мир посмотреть, попутешествовать может. Да, я только затрудняюсь назвать маршрут, на котором он будет путешествовать. Это, видимо, до конечной остановки льготного троллейбуса. Это наша главная зубная боль в сердце. У нас у многих зарплаты и пенсии как травма, не совмещенная с жизнью. Мы обязательно должны решить эту проблему. И уже дело к тому идет. Начали уже, несмотря на кризис, что-то начали делать. Я верю в то, что мы решим. Иначе не жизнь, а карикатура. Мама, мы в этом году поедем на море? Нет, сынок, в этом году на море поедут твои репетиторы. Карикатура. Я спросил у своих знакомых. В этом году вы куда поедете отдыхать? Они говорят, мы финансы свои посчитали и решили, что мы еще не устали. Вот так вот. Сытая жизнь на Западе их там расслабила. Я наблюдаю, что с ними творится, и вы наблюдаете. Расслабила. Мозги поплыли, по-моему. Да, многое такое, что мы понять даже не можем. Не то, что не воспринимаем. Понять даже не можем. А у нас закалка другая. Мы, конечно, народ особый. Особый. Это безусловно. Под словом народ, я разумею, людей всех наций нашего большого народа во главе с великим русским народом. Жизнь у народа всегда была трудная. Вот и закалялись, получается. Сила воли воспитывалась. Находчивость развивалась. Смекалка работала. Вот такой вот парадокс с нами произошел. Да, господа иностранцы. Вам этого не понять. Не понять. Я что-то всерьез, да, говорю. Я же юморист. Мне надо, чтобы смешно было. Поэтому я вспомню одного своего персонажа. Он говорил, мы люди простые. Возьмем простые примеры. Вот за границей. Что они там пьют? Ну, там коньячок. Иногда, иногда. Ну, иногда там 20 грамм ликерчики со смородинкой, с клубничкой. Пиво пьет, вино, конечно. Одна француженка пришкандевала к нам. Гурманка. Да, такая. И здесь смешала этот французский коньяк Наполеон с нашим коньяком Кутузов. Я ощутила всю тяжесть войны 1812 года. А у меня сила воли есть. Что ты? Вон, прошлый Новый год. Я полностью отказался. От Оливье. Следующий год откажусь от мандаринок. Это надо. Потому что мне нужно выяснить, почему мне так плохо 1 января. Все эти зарубежные штучки мы наизусть знаем. Виски со льдом вредят почкам. Джин со льдом вредит печени. Ром со льдом вредит мозгу. Этот чертов лед невероятно вреден. Я вот по себе чувствую, чувствую. Сажусь обедать. Руки сводит. Да, сводит руки со страшной силой. И женя говорит, смотри, что делается. Ты же находчивая и умная. Давай, смекалка работает. Давай, давай, придумай, открывай свой буфет. Она смотрела, смотрела, потом говорит. А ты, говорит, разминайся. Надо же такое придумать. У нас все находчивые. У меня приятель такое придумал. За границей они в жизни не придумают. Он на ночь жене говорит. Это вообще анекдот просто. Попрыгай по кровати. Пусть, говорит, соседи думают, что мы сексом занимаемся. А утром она уже ему говорит. Постучи ложкой по тарелке. Пусть думает, что ты завтракаешь. У нас все находчивые. И старый млад. И вот вам пример находчивости старика. На дороге, не бог весть какой центральный, такая местная дорожка, стояли два работника ГАИ. Лето было, солнце пекло, 12 дня. Самое то. Ну, стоят, значит. А машин-то нет на их дороге местной. Вот, нету. Час проходит, другой нету. А с пустыми руками уходить не хочется. И вдруг видят, старая телега едет, старый вощик, старая лошадь, кобыла едет. Слушай, ну давай хоть и ее остановим, эту кобылу. Ну, что делать? Ну, может, разыграем, может, что-то перепадет. Предъявите документы. И дед, поднимая хвост лошади, сказал, посмотрите в бардачке. У нас даже комары и те хитрыми стали. Подлетают, садятся на кровать, а дальше уже пешком идут, чтоб слышно не было. Пешком. Вот даже те, кто плохо по-русски разговаривает. Но есть у нас такие регионы. Они научились у нас находчивости, я считаю. Я сам видел на Восточном базаре ценник на колготках. На колготках написали. Женский трус с длинным рукавом. А кавказец, главное, который не знал, как по-русски сказать слово «курица», указал продавщицу на лежащие на прилавке яйца и спросил, «А где мама?» Мы и они разные, в общем. Чего тут спорить? Западная Европа разговаривает два джентльмена. «Сэр, я недавно побывал в России, да? Ну и как вам эта страна? Очень отсталая, сэр. Представляете, там до сих пор мужики спят с бабами». Да, вот такие мы нестандартные, да. И мысли у нас нестандартные, и выход из трудного положения у нас нестандартный. Будьте спокойны. Вот в одной больнице очень были недовольны состоянием пребывающих в приемное отделение больных. Они жаловались на боли, плакали, жаловались на жизнь. Вообще не хотели жить. Тогда главврач, умница, молодец, он приказал принимать больных в приемное отделение через морг. Слушайте, результаты оказались поразительными. 90% больных, попавших в приемное отделение через морг, на вопрос врача, что вас беспокоит, отвечали «Да пустяки!» «Да что далеко ходить?» У меня соседка Анна Петровна, дорога все время на красный свет переходит. Вот она стоит, ждет. Загорелся. Пошла! Ну, ГАИ, конечно, останавливает, спрашивает «Вы что это такое делаете, гражданочка? Вы почему на машины бросаетесь?» Она им объяснила заодно, и я понял. Во-первых, говорит, я так лечусь. Когда на тебя несется КАМАЗ, то радикулит и хромота куда-то пропадают. Ох! Да, у нас свой менталитет. А я, как юморист, слежу за нашими привычками, характером, какими-то типичными ситуациями. А что новенького появилось у нас? Что обыграть? Что рассказать? Заметил в нашем менталитете новенькие признаки. Вот, например, мы стали одушевлять неодушевленные предметы. Мы материмся на утюг, который обжег нам палец. Рассказываем ему, где мы видели его маму. Оказывается, у него мама есть. Спрашиваем стиральную машину, ну и где, блин, второй носок? Я ж помню, я закладывал. Куда это делось? Я тебя спрашиваю. Кричим в микроволновке. Да иду я! Иду! Только наши кричат на вещи, когда об них ударяются. Вдруг ни с того ни с сего шкафу. Чё ты тут стоишь? Он там 40 лет стоит. Только наш человек может перед сном выпить 5 стаканов чая, потом полночи ворочаться и думать, сейчас встать или до утра потерпеть. Только наш человек может запачкать обувь в одной луже и помыть в другой. Только наш может надеть 2 пары носков на одну ногу так, чтобы дырки на них не совпадали. Только наши, будучи за рулём автомобиля, ругаются с GPS-навигатором. Ты что, фуфло китайское, раньше не мог предупредить, что поворачивать надо? И, наконец, только у нас, если женщина крикнет, «Эй ты, козёл, обернутся все!» Господа иностранцы, и, прежде всего, американцы, господа хорошие, у меня к вам очень выгодное экономическое предложение. Вы же деньги считать любите. Ну вот, у меня предложение на сотни миллиардов ваших зелёных долларов. Послушайте меня. Учтите только одну нашу особенность, и тогда не будет нужно тратить эти миллиарды на вооружение, на исследования, на ответы, что такое русская душа. Понимаете, когда у нас в Калининграде, скажем, 17 часов, то в Москве уже 18. В Новосибирске в это время уже 22 часа. А во Владивостоке час ночи. В Петропавловске-Камчатском три часа ночи. Мы тут спим по очереди. Хрен вы нас застанете врасплох. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И с укором смотрят на тебя, пока ты все не съешь. А на выходе навязывают два тюка с едой и просят позвонить. Когда доберешься домой, обязательно позвони. Я волноваться буду обязательно. Вот ты. Итак, мы с вами должны показать этой юной особе, как правильно обслужить клиента. Итак, я захожу в ресторан. Ой, ой, ой. Подхожу к столу. Стульчик отодвигаем. Стульчик пододвигаем. На колени салфетку. В руки меню. Улыбка. И оп! Вам понятно? Понятно. Стульчик отодвигаем. Стульчик пододвигаем. Ад. 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 И. И. И запомни. Твоя улыбка – это наши чаевые. Чем шире улыбка, тем больше чаевые. Поняла? Поняла. Покажи. Накормить и прочь мы клиента в ночь, чтоб ушел он навеселее. Если хочешь сакей, вдобавок к еде, не стесняйся, пей, заедай. А не сможешь уйти, отвезет такси, хоть на край земли, хоть в Китай. Так вперед, за баварской большой колбасой, на гарнир, где кусок холодца. Ты, если все не доешь, упакуем с собой, чтобы дома поел сутрица. Так вперед, за прекрасной едой неземной, где в меню тебя ждут чудеса. Что поев, унесется счастье любой погромеющие небеса. Сад вперед, за едой неземной, где в меню тебя ждут чудеса. Где же повар суперс приготовит такой, что поев, унесется счастье любой погромеющие небеса. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш ресторан. Теперь наш ресторан, ваш ресторан. Чувствуйте себя, как дома. Удивительное дело. Вечер только начался, а праздник уже закончился. Стой, 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 стой. Лишние застанки. Прошу вас, прошу вас, пожалуйста, проходите. Прошу вас, для вас приготовлен лучший столик. Вас будет обслуживать наша самая красивая и самая опытная официантка. Пожалуйста. Как я учил. Прошу. Стульчак отодвигаем. Стульчак подвигаем. Салфетку. И меню. И... Я ничего не понимаю. Сейчас так в Европе модно. Поднимайтесь, догнайтесь. Не сидите на полу. Осторожно. Пожалуйста. Просто так принято в ресторанах. Стульчик пододвигаем. Стульчик отодвигаем. Пододвигаем. Садитесь. Отодвигаем. 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 Салфетка. Вот, вот. Меню уже у вас в руках. А если вы досидите до вечера, для вас будет играть наш оркестр. Между прочим, лауреаты международных конкурсов. А где-то в морге девочка в розовом старафане. И мама ее, а где-то рядом лежит. А мы просили, отпусти мама, мама, дочку с нами. Ведь мы работаем в морге на девочек. Стравинской. Петрушка. Хорошо, но вы знаете, принесите, пожалуйста, мне поесть. У меня со вчерашнего вечера немаковой соломки. Немаковые росинки. Эдуард. Вы будете мясо или рыбу? А мясо у вас какое? О, у нас очень много мяса. У нас есть баранина, у нас есть свинина, у нас есть говядина, у нас есть козлятина. Вячеслав Игоревич, а куда вы несете эту собаку? Не учите меня готовить. Я сейчас. Мне нужно отлучиться на кухню. Вячеслав Игоревич. Нет, я, пожалуй, буду рыбу. Отличный выбор. Итак, вам какую рыбу? Лосось, горбуша, кхек. Лосось. Лосось жирный или лосось постный? Лосось жирный. Лосось жирный соленый или лосось жирный не очень соленый? Лосось жирный соленый. И побыстрее, пожалуйста. Лосось жирный соленый жареный или лосось жирный соленый вареный? Лосось жирный соленый жареный. И побыстрее я вас прошу. Лосось жирный соленый жареный на сковороде или лосось жирный соленый жареный на углях? На сковороде. А значит, лосось жирный соленый жареный на сковороде с луком или лосось жирный соленый жареный на сковороде без лука? Дорогой мой человек. Я вас очень прошу, пожалуйста, отнеситесь к моей просьбе с должным вниманием. Да-да. Не сижрать! Вот он морган. Что будем пить? Шампанское. Шампанское к рыбе пьют либо аристократы, либо дегенераты. Я не аристократ. Да, понятно. Вам шампанское какое? Советское. Советское. Шампанское советское полусладкое. Шампанское советское полусюхоле. Да что вы сейчас говорили здесь, что ли? Шампанского! Ай! Николай! Николай! Держи! Держи! Побойно! АПЛОДИСМЕНТЫ А ну, просрочное! АПЛОДИСМЕНТЫ А-а-а! Что вы делаете, изверги? Присаживайтесь, пожалуйста, за ваш чадный столик присаживайтесь. Сульчак отодвигает! Сульчак подвигает! Куда же вы, вы ещё не попробовали? Горячее! Горячее! Присаживайтесь, присаживайтесь, присаживайтесь. Горячее! Осторожно! Тут шампанское пролито! КОНЕЦ 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 Холодно! Надо догреть! Вы с ума сошли! Это не ресторан. Это какой-то сумасшедший дом. Государствен, клиент хочет уйти, а десерт... Держи его! Отходи! Держи его! Стреляй, Глеб Егорыч, уйдет, проклятый! Он в Сокольнике гад рвется, там есть где укрыться! Держи меня, Зина! Крепко! Слово балагурство мне по душе применительно к тому, что делает артист на эстраде. В словарях это слово толкуется как качество личности, склонность в общении с людьми, говорить весело, пересыпая речь шутками, вести непринужденный разговор. Слово балагур состоит из сложения слов балы. Балить означало шутить, балы – шуточки, лясы – россказни. И еще одно исчезнувшее слово – гур, то есть говорящий, рассказывающий. Таким образом, композиция из двух слов образовывает слово балагур, рассказывающий шутки, лясы. Слово лясы живет в выражении «точить лясы», то есть заниматься шутливой болтовней. Лясничать, балясничать – синонимы в значении балагурить, шутить. Принято думать, что если у человека, что называется, душа нараспашку, да еще при этом, как говорится, рот не закрывается, то это означает беспорядок во внутреннем мире. Но тогда, как сказала афорист Елена Сиренко, болтливость – это процесс выноса мусора из головы. Вот так. К чему я это все напомнил вам? Дело в том, что в нашем юмористическом деле все эти умения, но только окрашенные художественным юмором и иронией, складываются из всей этой балагурной мозаики в веселый рассказ. Цель юмориста достигнута, вам стало весело. Как пишет Арина Забавина, разговорчивость – женская слабость, без костей у женщин язык, и страшнее болтливой бабы разве только болтливый мужик. А если это юморист, то другое дело. Действительно, смех – это здоровье. Но на самом деле еще хорошо и дружить с врачами. У меня много друзей среди медиков, и как показывает практика, во время застолья – это очень веселые и ироничные люди. У меня один есть знакомый, его зовут Александр Сергеевич, вот, в честь Пушкина практически. Он пишет стишки, написал такой шедеврец. Артист, заслуженным врачом, не станет браться ни по чем. А врач легко станет артистом, если налить ему грамм 300. И он рассказал, к ним недавно в госпиталь привезли отставного генерала, привезли прямо с банкета, ему уже лет под 80, сердце прихватило. Ну и врачи говорят, ну, товарищ генерал, ну если уж такое у вас состояние, уже и возраст такой, если вы знаете себя, вы бы уже не пили на банкете. Он говорит, сынки, я вообще не пил. Два часа смотрел, как остальные пьют. Сердце не выдержало. Есть еще один друг у меня среди медиков, Лева, техник-стоматолог. Он мне подбрасывает иногда истории, и я вот даже в начале своей карьеры одну из его историй использовал. У нас есть одна знакомая, она хорошая актриса, милая такая, вот, Ира ее зовут, ее пригласили в фильм, где ей надо было сыграть такую уродину. Вот, и режиссер говорит, ну как я тебя возьму с красивым лицом? Она говорит, у меня Лева стоматолог, он поможет. И Лева говорит, мы тебе такие челюсти сделаем, что одноименный фильм голливудский, обзавидуется. И когда была примерка, значит, этой вставной челюсти, да, то режиссер чуть не потерял сознание. Вот, а, костюмер потерял. Ее взяли на эту роль, она снималась целый месяц, это было в городе на Неве, и один раз съемки затянулись, и ее в три часа ночи подвезли, значит, к дому, а к дому идти через три таких колодца. Кто в Питере жил, знает, да, там колодцы такие, страшные дворы. Она идет в первый двор, темно, и вдруг сзади мужской топот, такой голос, девушка, давайте знакомиться. Она спортсменка, она добавила скорости, а там тоже, видимо, человек из трудовых резервов, он за ней, девушка, куда спешим, давайте знакомиться. Одну арку они пробежали, вторую, и впереди самая страшная арка, и знаете, как в фильме ужасов, такой фонарик. И она подвигает под эту арку, вспоминает про эти зубы, вставляет, поворачивает, давайте знакомиться. Мужик вообще пожалел, что он в этот день вышел на улицу. Я говорю, чем закончилось? Она гнала его два квартала, говорит. Ушел, иначе бы загрызла. Пользуясь случаем, хочу передать привет всем врачам-стоматологам. Люди, для вас вторая, все зубы и звезды. Вот три человека, видимо, стоматологи аплодировали. Вторая история связана с возрастной пациенткой. Бабушке где-то уже было лет под 90, она отличалась таким, знаете, с завидным здоровьем, вот. Но у нее была проблема, не с кем было общаться. И главное развлечение у бабушки заключалось в том, что она все время вызывала скорую помощь. Либо там спросить, что попить, либо уколчик какой, все. Но уже все к ней ездили, ездили, уже устали, никто не хотел. И один раз скорая приехала из другого района, и врач, молодая такая, девушка говорит, Бабушка, вы здоровее меня раз в 10, будем оформлять ложный вызов. Бабка говорит, давай делай укол, жалобу напишу, слетишь с работы, давай делай укол. Она, бабушка, я сказала, делаю. Она говорит, ладно, оголяйте полушария задние. Бабушка поднимает юбку, вот. И врач видит результат предыдущей бригады. У бабушки там написано на полушариях зеленкой. Бабка врет. Короче, еще не конец истории. Не знали, что с ней делать. Ехать надо, понимаешь, ну уже. И тут пришел новый водитель на станцию. Говорит, ребята, мы его за один день отучим. Вы чего? Кто из медсестер поет? Одна. Я. Кто из врачей играет на гитаре? Один. Ну я могу. А я на баяне хорошо играю. Сейчас мы все сделаем, оформим вызов. Значит, бабка вызывает скорую. Они приезжают, она открывает дверь. Они с порогу. Ай, да ну, да ну, да ну. Ай, да ну, да ну, да ну. Бабка, ай, да ну. Бабка не выдержала. Ей рюнку дали. Она хлопнула. Завелась. Пошла в присядку. Полуприсед. Все, платком. Ай, они раз и уехали. И дверь закрылась. Она стоит, думает, ничего себе лоханулась, а. АПЛОДИСМЕНТЫ Как Карлсон, после техобслуживания. Пропеллер работает, а настроение нету. А она звонит главврачу. Говорит, вы кого мне прислали? Какие-то идиоты. То есть цыгане или что это? Артисты. Выпить заставили. Врач вызывает. Говорит, что там произошло? Они говорят, ты нормально. Все съездили, сделали укол. Мы что говорим, бабка. Врач отправил туда психиатрическую неотложку. Они там были три минуты. Что они там с бабкой делали? Чем они ее напугали? Но теперь бабка скорую не вызывает. Говорит, что у нее отличное, железное здоровье. Пользуясь случаем, передаю привет всем врачам скорой помощи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наша традиционная периодическая страничка – любопытные факты, вызывающие улыбку и удивление. Итак, знаете ли вы, если бы колу не подкрашивали, она была бы зеленая? Кошки не ощущают сладкий вкус. Если перевернуть акулу брюхом вверх, то она станет полностью обездвижена, и с ней можно делать все, что угодно. Яблоки эффективнее кофеина могут помочь проснуться утром. Шоколад делают из зерен какао. А зерна какао растут на дереве, которое является растением. Так что получается, что шоколад – это салат. Новорожденный детеныш-кенгуру может поместиться в чайные ложки. Земля набирает каждый день по 100 тонн веса за счет космической пыли. Представляете? Чистое золото, очень мягкое, его можно мять руками. Статистика установила – правши живут в среднем на 9 лет дольше, чем левши. Самый долгий дождь на земле, согласно книге рекордов Гиннесса, длился 247 дней на одном из гавайских островов. В 1996 году американец Ларри Рутман кинул бумеранг, который вернулся и ударил его по колобе. Ларри подал сам на себя иск о возмещении ущерба на сумму 300 тысяч долларов. И выиграл дело. Вот так. А вот такой любопытный факт. В предложении «Мы продолжаем передачу» содержится 20 букв. Вы спросите, откуда я это знаю? Ну, я их подсчитал. Я такой умелец вообще-то. Люда, открой дверь, звонят. Люда, три верблюда. Сейчас все брошу, понимаешь, и буду твою дверь открывать. Сам открой, у тебя руки свободные. А что, уже трудно открыть дверь, да? Нет, я все что, должна просто с брата сбросить, что ли, или что? А ты не видишь, ты не видишь, что я занят. Понимаешь, Люда, занят. Что ты там красишь, там даже стены нет. Люда, ты знаешь, что на мне все, я просто попросил тебя открыть дверь. Что на тебе? Что на тебе? Что хоть что-то вот полезного? Мальчик, тебе чего? Кого ты тут ищешь? Здравствуй, папа. Мальчик, а сколько тебе лет? Пятнадцать. А ты откуда вы приехал? Из-под Иванова. Из-под Иванова. Все сходится. Пятнадцать лет назад ты ездил в командировку в Иваново. Да, ездил. Ну что ж, папа Карло, поздравляю, приехала твоя Буратина. Это не может быть, ничего там не было. А я-то как, Буратину-то нравлются. Он даже не похож на меня. Конечно, не похож на кого он похож. Люда, это ты, а вот это вот твоя копия. Это не мой сын. Твой родинка, как и у тебя. Ах ты, паразиток, кусок. Здравствуй, мама. Мальчик, ну какая же я тебе мама? Мама Люда. Какая же еще? Так это твой сын? То есть, пока я в Иваново зарабатываю бабки, ты здесь со всеми подряд, пожалуйста, нарожала детей? Да как твой поганый родинка может говорить? Быстро делись в очередь. Люда, я сразу пометил один. Да я сразу поняла, надо было с вами уезжать. Отпеться. Не спорьте, я ваш общий сын. Когда мне было полтора годика, вы меня сбагрили бабушки, а сами начали делать ремонт. А у меня вообще-то сегодня день рождения. А, 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 Антошенька. А Антошенька. Антошенька. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, Антоша. Андрей! Антоша остался у другой бабушки. С днем рождения, Антоша. А я вас тоже люблю. Папа, пойдем, мне сколько тебе всего надо рассказать. Помню, во время съемки этой клоунады я, как всегда, стоял за кулисами и старался сдержать свой истеричный смех. Ведь я после них должен был выступать с очень серьезным лицом. Скучно ты. На танцах можно познакомиться с клевыми парнями. Да кому ты нужна, сухофрукт в юбке? Зря ты, зря. Ты знаешь, как я умею флиртовать? Кого ты спиртовать? Да флиртовать, спиртовать. Одно на уме, да? Флиртовать. Попробуй мня, мня. Попробуй жаб-жаба. Попробуй, я... Меня сильно надо, прям сильно надо. Хипуешь, плесень? Ты бы еще вот так спела. Попробуй гав-гав, попробуй чака-чака, попробуй хрю-хрю и замочи собака. Беспонтовая ты, старушка, понимаешь? Чего? В жизни совсем не шаришь, так и помрешь с тобой в девках, и ничего не будет. Это того? Ну кого ты принтер настроила? Сейчас я тебе диск тот форматирую, ёлку. Чего, ша? Чего? Чего? Гляди, 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 какие два перца шканды-барь. О, точно, гляди, два тинейджера. Уже, ниже пейджера. О, смотри, две чиксы тусуются. Да где? Да вон же ж вон, вплоть справа. А, вижу, вон. А куда ты вижу, направо посмотри. Давай снимем. Давайте, давайте. Ваша какая? Моя, которая помоложит. Так они обе ровесницы. Тогда моя, которая покрасившая. Ты знаешь, они обе страшно хороши. Чур мой длинный. Ну тогда моя, которая ближе стоит. Тогда Астон первый пошел. Чур мой длинный. Пошел, я пошел, я пошел, я пошел. Чур мой длинный. Пригласите даму танцевать. Ах ты кобыла старая. Парня у меня отхватила. Эй, на пароме. Я здесь. Ну что стремайся-то. Давай, приглашай. Видишь, девушка заждалась вся изнежная. А, ой-ё. А вас как зовут? Цветочек. Какое отстойное, Эльчин. Достойное имя. Я бы вашему цветочку оборвал все лепесточки. Видали как, а? Видали как заблокот? Ты, случайно, не жеребец? Не, я кролик. Какой у вас прикид клевый. Классный прикид. Ой, искуситель, а? Ну, искусай меня, искусай. А что вы сегодня делаете? Вечером. Все. Крусник. Ничего. Дома сижу, скучаю. Так это, давайте я вас приглашу к нам. Козла забьем. Поехали, если мы потусуемся нормально. Ну, я не знаю, меня мама не отпустит. Ой, какая! Ой, какой вы сразу берете быка за рога? Не, корову забыть. Забыть хочу от глаз моих стеклянных. Ой, я такая нерешительная. А давайте мы с вами где-нибудь уже прияжем. Ничего себе прям сразу, что ли? Без прелюди есть. Как на чё тянуть-то? Знаете, как поясницу ломить. Тогда давай у тебя. Нет, у меня нельзя. У меня шнурки в стакане. Шнурки в стакане? Ну, я говорю, предки грудоба. Предки? Обезьяны, что ли? Я говорю, мне нельзя. А у моего товарища хака свободная. Давайте пойдем, потусуемся. Бабушка! Ты куда ты рожки тянуешь-то? Сразу разместался. Ну, сейчас как врежуло, сыграешь у меня в дубов ящик-то. А ну, вдарь меня. Вдарь! Ну, как? Как твоя чикса? Ух, барышня замутная! У меня тоже бабушка конхлетка. Ну, чё? Так бы и разорвал ей, хватит. Ну, чё, чё, как твой-то? Мой-то, ты знаешь, с виду голимый какой-то, а так ты чё, крутой перец прям. У меня тоже дедушка-сердцеедушка-крощатенька. О, ну, чё, деды гофрированные, зажигай! Много удивительного на свете. Музыкальные фонтаны, кричащие картины, ползущие камни, плачущие скалы, танцующий лес, поющие пески, поющие трусы. Тоже такое было выражение про примитивные женские ансамбли на эстраде. А есть ещё поющие скульптуры. Не верите? А вот вы посмотрите. Миллионы людей ломают голову над тем, а что же такое Джага-Джага? У меня есть свои версии по этому поводу. Я так думаю, поскольку песня была написана в стиле поп, Джага-Джага — это где-то рядом. И я стал делать такую музыкальную серию, которая называется «Поют скульптуры». Мне стало очень интересно проследить, каким образом те или иные всемирно известные скульптуры спели бы некоторые современные российские шлягеры. И первой я бы хотел предоставить слово. Впрочем, эта скульптура сама себя представит. Я девушка с веслом, я тихо-тихо стою, А солнце сзади тихо светит в Джагу-Джагу мою. И только голуби меня не пропускают совсем, ведь моя Джага нравится всем. Пока я тихо-тихо эту песенку пою, все эти гули облепили Джагу-Джагу мою. Постой, душит не проходи, Возьми без слова, поскорей, Пройдись по Джаге, Джаге моей. Возьми без слова, Пройдись по Джаге, Джага, Давай скорей, эй, мне это надо, надо. И пусть я пить им и пернатых, Слизокрылых друзей, Мне моя Джага, Джага важней. Кто мог подумать, что такая притягательная Мармеладная Джага моя? Люди, берегите свою Джагу-Джагу. Узнаете? Венера Миловская. Бедная женщина. Вся жизнь, которая проходит под девизом «Без мужика, как без рук». Даже если мне немного за триста, Можно выйти замуж мне за артиста. Кто-то, видно, от скуки поломал мои руки, Повстречаться бы мне с этой вонючкой. Будто что мне эти все передряги, Есть ручонки даже у Джаги-Джаги. И большие, и дети, просто все на планете Про нее говорят. Джага с ручкой. Если б я нашла мастера-дебила, Нужно бы руки ему не подала. Он меня слепил из того, что было. Вот такие дела. А моя любовь, Сереженька, без рукав, Вот была бы парочка, лучше нет. Вот бой пришел, врасплох меня застукал, Сказал бы, это ты. Ласковая моя, нежная, Руки твои держу, слов не нахожу. Ласковая моя, любимая, Кончилась жизнь твоя, жизнь безрукая. Лопайте, пока есть чем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Поскольку следующая скульптура находится в далеком городе Брюсселе, песня исполняется с акцентом. Сколько же скульптур красивых там оставили кругом. Почему же я родился пистающим мальчиком. Кто-то бабу прижимает, кто-то на коня залез. У меня же почему-то бесконечный МРС. Хоть бы что-ли прилепили между ног осенний лист. Почему вообще решили, что я конченый медизм. Хоть однажды ведь на каждый под мою струю попал. Сколько же народу я за эти годы. Кто видал, я писающий мальчик. Когда открою кранчик, я метки на все стол. О-о-о, скорей покинь газончик. Ведь я же дай на площадь. Бью очень далеко. О-о-о. А что вы так напряглись? Знаете, почему в первых видах билеты дороже? За спецэффекты. Сухим не уйдет никто. И fatsор. О. И НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Знаете, какие существуют три главные неправды на Земле? Они заключены в таких общих фразах. Мы вам перезвоним, завтра начну худеть, я никогда не буду больше пить. Собственно, детектор лжи уже изобрели, и юмор весьма ярко это освещает. Вот такой анекдот. Отец приносит домой детектор лжи и сразу решает его опробовать. Задает вопрос сыну. Сынок, ты был сегодня в школе? Да, папа. Детектор. Бип-бип-бип. Сын, ну ладно, я был в кино. Детектор. Бип-бип-бип. Сын говорит, ну ладно, я пил пиво с друзьями. Детектор ничего не говорит. Отец, что? Я в твоем возрасте вообще не знал, что такое алкоголь. Детектор. Бип-бип-бип-бип-бип. А мать смеется. Ха-ха-ха. Яблоко от яблони. Он настоящий твой сын. Детектор. Бип-бип-бип-бип. У одного гражданина спросили, вы когда-нибудь видели детектор лжи? Я не просто его видел. Меня угораздило еще на нем жениться. Вот такая вот вещь произошла. Пожалуйста, господин заместитель министра, прошу вас. У меня только к вам один вопрос. Вы к нам в Заретинск какого... В смысле, зачем приехали-то? Руководство страны в очередной раз решило сократить госаппарат. Так. Начать почему-то решили с нашего министерства. Вот. Бывает. Бывает. Так. Для этого наши ученые разработали аппарат для выявления лжи по голосу. Так. Таким образом мы сможем определить добросовестных работников и не очень. Вы знаете, очень правильно наши ученые придумали. Обязательно определим. И вот всех этих недобросовестных моих... Ну, в общем, всех. На вас решили проверить это ноу-хау. На... Ноу-хау... Ноу-хау... На мне? На вашем предприятии. А, на моем предприятии. Да. Вот электронный мобильный анализатор. А, понял. Это анализы надо сдавать, да? Нет. Не надо ничего сдавать. Электронный мобильный анализатор, сокращенно ЭММА. ЭММА. То есть, я так понимаю, что вот эта ЭММА, она понимает, кто врет, кто нет. Да. Вот видите. И очень точно. Давай смотри какая... Давайте проверим. О, пожалуйста. Работает. Для начала попробуйте сказать какую-то очевидную ложь. А, я. Ну, не я же. А, то есть я должен сбрехать, а ЭММА поймёт, да? Ну, да, где-то так, да. Ага, сейчас, 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 сейчас. О, как интересно. Молодцы наши учёные. А, о, я похож на крокодила. А почему ЭММА молчит? Да потому что... Только повернитесь в профиль. Тут нужна явная ложь. То, то есть, это... О, интересно. Хорошо, давайте явную. О, Господи. У моей жены грудь восьмого размера. Работает. Ну, ты смотри, работает, а. А, на самом деле, у неё первого. Ну, нулевого. Ух ты. Ты смотри, чаще дома бывать надо, а. Ай да наши учёные, ай да наше министерство. Мы всегда с радостью выполняем ваши указания. Стараемся выполнять. Зина, Зина. Здравствуйте. Ой, Николай Петрович, шикарно выглядите. Ну. Зина, это наша лучшая сотрудница. Одна из лучших. Ну, конечно, глуповато немного. Дура полная. Надеюсь, на работе это не отражается? Нет. Зина, ты отправила факсы нашим зарубежным партнёрам в Химки. Ну, обижаете, Николай Петрович. С самого утра только этим и занимаюсь. Он даже ногти докрасить не успела. Да что это у вас всё время пипикает? Это пипикает Эмма. Такой аппарат, который принёс к нам господин заместитель министра. Если кто-то врёт, он пипикает. О, замминистра пипикает. Аппарат. Извиняюсь. Аппарат пипикает. Ой, как здорово. Давайте его проверим. Так, Зина. Давайте. Итак, наш начальник Лапочка. Его все обожают. Он самый умный. Он идиот. Какая умная Эмма. Да нет, господин заместитель министра. Зина шутит. Она не то хотела сказать. Он лучше всех врёт. Что? Нет, 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 нет. Я честный человек. Ну, почти. Зато я не ворую. Всё, Зина. Теперь, когда у нас есть эта Эмма, мы говорить должны только правду. Правду. И даже насчёт того, чем мы с вами занимаемся во время работы. Мы с Зиной усердно готовим отчёт. К вечеру закончим. Сегодня вечером я не могу. Почему? Ну, я обещала вашему заму разобрать бумаги. Я просто обещала вашему заму. Вот ты, Зина, из... Смойся с глаз моих. Ой, ты, конечно. Ах, чёрт. Там к вам прораб. Тут трезвый. Аля, на работе всегда трезвый. Валера. А я не понял, где кирпич, который выписали на ремонт цеха, а? Что? Что? Господин заместитель министра, у нас проблем с кирпичом нет. У вас-то, конечно, проблем нет. Я вам три машины на дачу отправил кирпича. Вы там что у себя вообще? Дворец, что ли, устроите? Я попрошу пояснить. Насчёт борца? Насчёт кирпича. Какое-то недоразумение. Самосвалы, наверное, перепутали маршруты. Больше этого не повторится. Бери ноги, бегемот. А я не понял, хризантема. Ты что, сюда уборщица, что ли, устроилась, а? Я бабу Нину подменяю. Она рожать поехала. От кого? Это не я. И не я. Я обистью баба Нина. Она когда... Жена звонит. Ага. Алло. О, Господи. Здравствуй, дорогая. И я очень рад тебя слышать. Ага. Годовщина свадьбы? Конечно, помню. Это для меня самый счастливый день на свете. Кто пищит? Да, Эмма пищит. Нет, клянусь, я тебе никогда не изменял. Клянусь. И я тебя очень люблю. И маму твою люблю. И родственников твоих всех обожаю. У меня аж от этих ваших пип уже голова разрывается. Да чё вы всё мучаетесь из какой-то пескухи? Почините её и делов-то. Что вы наделали? Эмма бы же была в единственном экземпляре. Ай-яй-яй. Какое горе. Ай-яй-яй. Какое горе. Министр. Да, господин министр. Да. Дело в том, что Эмма сломалась. Нет, нет, нет. Сама сломалась. Что? И я вас поздравляю. Спасибо. Да. Хорошо. Нет, нет, нет. Никто не узнает. Хорошо. 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 У нас на источнике. В эстраде существовала поговорка «Ох, непростая и неказиста жизнь эстрадного артиста». Здесь имелись в виду наши бесконечные гастроли, связанные с поездами, самолетами, ресторанами, столовыми, гостиницами советского прошлого. Мы действительно объездили все города и весь и по многу раз. Трудно сказать, где мы только ни были. За эти 50 лет Евгений Ваганович объездил от края до края всю нашу бескрайнюю родину. И где только он за это время не побывал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Одному машину взорвали Другому ларёк за угол передвинули Он его полгода найти не может Третья вообще катастрофа Тёщу в заложники взяли Представляете, что он пережил? Он места себе не находил Особенно, когда ему позвонили, сказали, что если он в сей момент Не выложит 10 тысяч зелёных Они её обратно привезут Он всё сделал, как они сказали Положил в дупло эту сумму Так через три дня Тёща ему позвонила с Канар И поздравила с первым апреля Она сказала, что этой суммы Ей на первое время достаточно Жалко, жалко, мне богатых Я вот, знаете, как у кого деньги появляются Сразу неврастенником становятся Вот у нас во дворе Гоги Пока на Жигулях ездил, румяный был Я у него всё время спрашивал Ну что, Гоги, устроился? Он отвечал, нет, пока работаю Он устроился, купил Мерседес Сразу неврастенником стал Сразу покой потерял Даже ночью, каждый час выскакивал на машину поглядеть И всё-таки они друг с дружкой Разминулись Он в пять утра выглянул, а она в половине шестого отъехала С ним такая истерика была Прямо головой об лифт бился Так по машине заскучал На Жигули пересел Я у него спрашиваю Гоги, что с твоим Мерседесом? Он на Жигули показывает И говорит, вот видишь Болеет он Дворник, глядя на его страдания Пожалел его, конечно Сообщил ему по секрету Мол, я знаю, кто твою машину угнал Гони бутылку, скажу Гоги не сбегал, он слетал Принёс Открыл лично Влил в дворника Так, что у того из ушей полилось Кто? Дворник ему по секрету Кто, кто? Сволочи и гады Жалко меня богатого У нас во дворе ещё Федя живёт Король бензоколонки Несчастный человек Он У него в последнее время даже Глаза не двигаются Два этажа скупил А глазёнки всё равно грустные У него как две пришитые пуговички От кольцов У них так и носит Он как-то сел на карусели Покататься Это соответствует его интеллекту Кинул этому катальщику 200 долларов Тот его раскрутил на всю сумму Жалко, жалко Со здоровьем Какие у них проблемы? За их деньги врачи у них находят Такие болезни Которых вообще на свете нет Что это за диагноз? Мигрень задних конечностей Что это? Ну если вдуматься вообще Геморрой левого полушария мозга Что это? Дистрофия переднего копчика Облысение лобковых подмышек Что это такое вообще? А чем их не лечат только? Ну сейчас вообще эти Заморские лекарства появились К сожалению Многим они не по карману Но крутые покупают эти лекарства Один крутой Купил какие-то уникальные Дорогие таблетки Из Индонезии Для омолаживания Сожрал сразу три пачки Главное не посмотрел На предупреждение Там что, как, инструкция Нет, сожрал я всего Они же не читают Они жрут Как омолодился вы Жена говорит Что теперь на него пеленок Не напасешься Нет, внешне он не изменился А пеленки нужны ему Жалко мне богатых Ни жизнью, ни кому тени Когда-то у меня в начале Из обвенной смеха панорамы Первые несколько лет В эфире звучала Мысль Бомарше И вся страна запомнила На многие годы Как его зовут Я спешу посмеяться Над всем Иначе мне пришлось бы заплакать Мне нередко Зрители напоминают это А почему же они запомнили? А потому что В этой фразе была заключена Важнейшая истина Юмор бережет человека От слез От плохого настроения От пессимизма И прочего-прочего негатива Шутки Это витамины для души Причем смех нередко бывает заразительным А раз он заразителен Давайте устроим Эпидемию смеха Это будет самая лучшая эпидемия в мире И получится у нас, как всегда Я рад, что вы рады Что я рад, что вы рады А значит, все мы радостны И немножечко счастливы А огорчений-то в жизни, к сожалению, хватает Одно же кахачо стоит Дорого стоит Но все равно И в этом случае Юмор как-то выручает В одном доме проверка счетчиков холодной и горячей воды Показала, что жильцы не только не пользуются горячей водой Но и закачивают ее обратно в водопровод Один пишет мне Каждый месяц я оплакиваю свои счета Нет, нет Не оплачиваю А именно оплакиваю Оплачивая Другой написал Пришла квитанция за отопление Мне кажется, меня перепутали с городской баней Действительно Судя по квитанциям К нам скоро начнут приходить из налоговой И спрашивать Откуда у вас деньги на оплату коммуналки? Признавайтесь У одного шутника даже такое предложение появилось А что если в платежку за коммуналку Гостинчик какой-нибудь класть Ну конфетку там Или леденец Ну чтоб не так больно было Это, конечно, саркастическая ирония А другой юморист пошутил еще жестче После выяснения отношений с жильцами У начальника ЖКУ Из одной ноздри течет горячая Из другой холодная кровушка Ух, господи Чего только не скажешь ради юмора Что он хотел этим сказать, я не знаю У наших артистов на этот счет другая версия Коммунальное хозяйство Самое, что ни на есть, народная песня Как говорил классик Этот стон у нас песней зовет Вот напой любую песню из своего репертуара Я тебе докажу, что она про ЖКХ Любую? Любую, абсолютно Хорошо Живет моя отрада В высоком терему А в терем тот высокий Нет хода никому Домофон заела Какой домофон? Китайский А деньги с нас собирали на фирменный домофон Давай другую песню На речке, на речке, на том бережочке Мыла Марусенька белые ноги Ну чистая ЖКХ Воду отключили, Маруся в реке моется Ладно Мне уже интересно Вот в следующей песне Ничего про ЖКХ не найдешь Да Шумел камыш Деревья гнулись А ночка темная была Одна возлюбленная пара Всю ночь гуляла до утра Так потому и гуляла, что домофон заела А что им еще оставалось делать, если в дом попасть не могут? Слушай, уже интересно так Я с комариком, я с комариком С комариком плясала, с комариком плясала Мне комарнушку, мне комарнушку Комарнушку отдавил, комарнушку отдавил Мариночки, я, конечно, тебе сочувствую А все почему? Потому что ЖКХ не травит насекомых Они так разожрались, что уже жильца ноги отдавливают А здесь что найдешь? Где? Вдоль по Питерской По Тверской Ямской Ох и по Тверской Ямской Да С колокольчиком Эх Едет Стоп! Все понятно Едет скорая помощь При чем тут ЖКХ? А при том, что едет она к бабке, которую новые тарифы довели до инфаркта Ну а в следующей песне точно ничего с твоими коммунальщиками общего не найдешь Ну ладно Летят утки Летят утки И два гуся Два гуся, да, говоришь? Два. Два, да. Начальник ЖЭКа и главный инженер летят с бабами на юг. На наши с тобой бабки, между прочим, Марина. Продолжай, давай, продолжай. Вдоль по улице метелица метет, А Рахмет не телется, лопатой не гребет. Слава, да там нет таких слов. Я не знаю, само вырвалось. Ну, значит, будут скоро, и Рахмет запоет. Ты постой, постой, не сипи на меня. Снега убирать мне очень много дня. Малушка, миленький, да ты же уже чокнулся с этим своим ЖКХ, а? Да смотри, как складно получается. Да че ж тут складно? Вы мне аж сочиняться начало, и людям нравится. Давай, давай, пой, а я буду добавлять. Нравится? Ну, конечно. Игра-то такая хорошая. Вот что с ним сделаешь, а? Ну, давай. Что стоишь качаясь Слесарь наш под газом Головой склоняясь Над бедным унитазом Ну, продолжаем игру Ах, зачем эта ночь так была хороша Не болела бы грудь, не страдала бы душа Отчего грудь болит и фингал до сих пор Да потому что в подъезде кто-то лампочку спер А вот тут я с тобой согласна По нашим подъездам передвигаться можно только в полнолунии Гори, гори, моя звезда Звезда любви приветная О, коммунальщики в ответ Внесем в платежку звездный свет И это верно Слава, в моем доме все то же самое Так давай сольемся в коммунальном экстазе А давай А даю Батареи остыли под вечер В ЖЭК звоню Нежный там голосок говорит мне Накиньте на плечи Аренбургской пуховый плато Матушка, родная, дай воды холодной С лоркой разбавлена для питья негодная Раньше я гуляла в зеленом саду Сейчас из-за собачек нигде не пройду Каким ты был Таким остался Подъезд обшарпанный такой Зачем, зачем Тариф нам начислялся На капремонт большой Ой, ой Подъезды черные Глубины темней И мерещатся мне маньяки в ней Вижу стены днем Все исписаны Лифты старые все Слава Слышь А куда правда уходят деньги, которые с нас берут на капремонт? Никуда, к кому Так это ж безобразие О чем речь? Письма надо писать Вышестоящие инстанции Письма Письма лично на почту ношу Словно Я роман с продолжением пишу Знаю 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 точно, где мой адресат Смылся За границу он гад Где ж ты залег хитроглазый на дне? В Лондоне не 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 в Лондоне не не в доме с видом на Скотланд ягра Писает Письмо Марина Девятова. Когда хорошо, не обязательно делать еще лучше. Главное не испортить то, что есть, и вовремя остановиться. Два мудрейших учителя – жизнь и время. С одной стороны, жизнь показывает, как нужно ценить время, а время – как нужно ценить жизнь. Вот такая демагогия. Мне приятель сказал, никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем, а профессионалы построили Титаник. А потом он спросил, так как же твои дела? Что делаешь? Я ответил, стараюсь не унывать. И вам того же советую. А в помощники возьмите с собой юмор, юмор, юмор. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok